Здравствуйте! Вы смотрите новости на 12-м канале в студии Елена Бабкова и в начале выпуска коротко о главном. Роддом номер 2 требует закрыть после трех случаев гибели пациенток. На этом настаивает Елена Мизулина. Депутат Госдумы предлагает провести независимое расследование причин смерти амичек. Квартира за мужество и героизм. Жилищные сертификаты получат более 200 омских фронтовиков. Подарки ветеранам вручат в преддверии Дня Великой Победы. Потеплеет сразу на 17 градусов. В выходные в гости к амичам придет настоящая весна. Дело пыльное, но прибыльное. Полтавская мука вскоре окажется на прилавках всего региона. В современном цеху есть место и для ручной работы. И спектакль в подарок. В театре Галерка появились подвешенные билеты. Места в зрительном зале взрослые дарят малышам. Омский роддом номер 2 закроют на санацию. На этом настаивает депутат Госдумы Елена Мизулина. Требования председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей разместила на своем официальном сайте. По словам депутата, подобная мера необходима в связи со смертью трех пациенток, которые произошли здесь последние несколько месяцев. Среди причин, приведших к летальному исходу двух роженец, был указан сепсис, заражение крови. Елена Мизулина настаивает на тщательном расследовании всех случаев и считает необходимым провести профессиональную экспертизу, заниматься которой должны не омские специалисты. Официальный ответ на заявление депутата Госдумы готовы дать представители регионального Минздрава. Комментарий специалистов в следующем выпуске новостей. Между тем, во втором роддоме обычные рабочие будни и акушерская служба не прекращает дежурство. Так, накануне три амички стали счастливыми мамами при поддержке не только врачей, но и родных. Партнерские роды становятся все более популярными. Они, по словам медиков, наиболее безопасны для матери и ребенка и к тому же помогают женщине избежать стресса. Екатерина Дорошенко продолжит. Малышка приветствует своих родителей громким плачем. Денис Балдин – молодой отец, один из тех счастливчиков, который услышал первый крик дочери. Решение о том, что папа будет присутствовать на родах и поддерживать супругу на всех этапах, приняли в семье единогласно. Нужна именно поддержка, по крайней мере, не на сами роды, а вот именно до родов. Нужна хорошая поддержка. Естественно, кто, как не муж, будет поддерживать жену. Любить стал сильнее. И с каждым разом все сильнее и сильнее. Только так. Ну и дочка, естественно. Долгожданная, долго ждал я дочку уже. И вот появилась дочка, лапочка. С 2001 года во втором родильном доме широко пропагандируют семейные или партнерские роды. Если еще несколько лет назад на такое решалась лишь каждая десятая пара, то сегодня уже каждая четвертая. В помощь молодым родителям приходят акушеры, педиатры и психологи. Про такие роды говорят они более безопасные и менее стрессовые, как для мамы, так и для малыша. Ребенок сразу в родзале получает грудное молоко, а женщина в течение первых часов после родов находится рядом с родными. Доча попросила, а я-то как могу отказать, раз попросила, значит вперед из песни. Большое спасибо медперсоналу. Очень добрые, очень отзывчивые, очень внимательные. Вот ну просто очень довольны. В последнее время число женщин, способных родить самостоятельно, все меньше. На первом месте среди осложнений гистоз или скопления лишней жидкости в плаценте внутренних органах, что увеличивает артериальное давление. Тогда медики делают кесарево сечение. Отказ от операции может привести к летальному исходу. Тяжелые осложнения, наступившие после экстренного вмешательства, такие как отказ внутренних органов, отек мозга, во многих случаях не позволяют врачам сохранить роженицам жизни. Так в Омске за последние несколько месяцев погибли две женщины. Последний случай произошел 12 марта. Женщина отказывалась от разрешения своевременного и в течение нескольких дней приходилось ее уговаривать. Была сделана уже операция по экстренным показаниям, хотя она готовилась на физиологические роды в какой-то момент. Трагедию, уверены медики, можно было бы избежать, если прислушиваться к рекомендациям специалистов. Ведь такое коварное заболевание беременных, как гистоз, можно спрогнозировать на ранних сроках. И здесь временной фактор может сыграть решающую роль. Екатерина Дорошенко, Вадим Насардинов, 12 канал. К выходным в Омском регионе потеплеет сразу на 17 градусов. Столбики термометров начнут подниматься уже завтра. За окном будет плюс 3, а к концу недели воздух прогреется до плюс 5. Если учесть, что сегодня утром в Омске было минус 12, то разница в температурах составит сразу 17 градусов. Кстати, теплеть за окном начнет уже к вечеру. По прогнозам синоптиков, к концу вторника на улице будет плюс 1. Жилищные сертификаты в этом году получат более 200 омских ветеранов. На эти цели из федерального бюджета выделено 235 миллионов рублей. Свидетельства на приобретение квартир в преддверии Дня Великой Победы вручат участникам Великой Отечественной войны, вдовам фронтовиков и жителям блокадного Ленинграда. Размер господдержки для каждого получателя составит 1 миллион 200 тысяч рублей. Добавлю, что за период реализации указа президента об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны в регион уже поступило более 5 миллиардов рублей. Квартиры приобрели свыше 5 тысяч фронтовиков. Вместо мельничных жирновов – современные установки и технологии. Новый мукомольный цех в Полтавке работает всего несколько дней, однако уже совсем скоро о торговой марке «Полтавская мука» узнает весь омский регион. Мельница удовлетворит не только весь спрос в районе, мукой можно будет снабжать и соседей. Прежде чем попасть на прилавки, сырье проходит несколько экспертиз. Перед тем, как отправить зерно на переработку, тщательно исследуют его показатели. После специалисты оценивают свежемолотую муку в лаборатории. Каждая партия проходит через тестер белизны и специальное сито. Сейчас на предприятии выпускают 15 тонн муки высшего и первого сортов за смену. К осени объемы производства увеличат вдвое. Также специалисты планируют закупить новое оборудование и наладить выпуск круп. Амичи встретили викингов. 28 сотрудников отдела специального назначения вернулись из служебной командировки Северного Кавказа. В течение трех месяцев бойцы омского подразделения охраняли правительственные объекты в городе Грозный. Встретить бойцов приехали родственники и сослуживцы. Продолжит Дарья Шадрина. Их встречают с оркестром, как героев. Хотя для каждого это была лишь очередная служебная командировка. 28 человек, сотрудники отдела специального назначения «Викинг», вернулись домой. 15-й раз наши парни выезжают в командировку. Слава богу, что сейчас пошли уже не такие длительные. Три месяца мы там были. Раньше по 6 дней, по году выезжали. Сейчас вот три месяца, 15-я командировка. У нас 28 человек возвращаются. На перроне родственники и сослуживцы. Все три месяца с нетерпением ждали возвращения мужчин. Эмоции вынуждены сдерживать. Обнять родных можно только после того, как начальник отряда доложит обстановку. Дариж генерал, личный состав поддела служебной командировки. Дариж генерал, поддела полковник Привалова. Прямо на перроне начальника отряда «Викингов» Сергея Привалова награждают почетным дипломом о занесении на доску почета УФСИН России по Омской области. Боевая задача – охрана правительственных зданий в городе Грозный выполнена. Происшествий нет. И это главное. Все три месяца прошли, значит, в службе на самом деле, которую, надеюсь, мы выполнили качественно. Ну, а конкретную оценку даст уже, безусловно, руководство. После всех формальностей встреча с родственниками, жены, дети и матери обступают бойцов. Правда, с перрона отряд уезжает не домой, а в расположение. Необходимо сдать оружие и амуницию. И уже вечером викинги вернутся домой. А завтра продолжат службу в Омске. Дарья Шадрина, Сергей Никифоров, 12 канал. Жюри третьего национального кинофестиваля дебюта в движении возглавит известный режиссер Карен Шахназаров. Об этом стало известно сегодня. Директору Мосфильма предстоит определить победителей в шести номинациях. Гран-при, лучший режиссер, лучший актер и актриса, операторская работа и лучший сценарий. Помимо Шахназарова в состав жюри войдут актриса Виктория Исакова, режиссер Анна Меликян и оператор Павел Капинос. Добавлю, что президентом фестиваля в Омске является актер, режиссер и сценарист Артем Михалков. А сам форум пройдет с 22 по 26 апреля при поддержке Министерства культуры России и правительства Омской области. Амичам предлагают стать волшебниками и подарить детям сказку. Театр Галерка организовал акцию «Подвешенный билет». Любой желающий может купить билет на детский спектакль и оставить его на кассе для малышей. Информация о таком необычном подарке будет размещена на специальной доске у кассы, а также в социальных сетях. Ну а первый благотворительный спектакль состоится уже 18 апреля в Доме актера. Организовать необычную акцию ее создатели решили по аналогии с европейской традицией покупать кофе или десерт и оставлять его для других посетителей ресторана. Мы узнали об этой традиции и подумали, почему бы не сделать подобное с нашими театральными билетами. Мы запустили акцию только в пятницу поздно вечером и уже в воскресенье было куплено 6 подвешенных билетов. И эту информацию мы размещаем в группе ВКонтакте, на сайте будем размещать актуальную информацию, сколько есть подвешенных билетов. И любой зритель, который увидит эту информацию и захочет воспользоваться, может позвонить и забрать себе этот билет. В третьем матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина Омский авангард уступил Акбарсу. Игра получилась упорная, обе команды сделали ставку на оборону. Однако в течение двух периодов ястребы смотрелись лучше. Больше атаковали, быстрее двигались. Подвела реализация моментов, а вот гости свои шансы использовали. Отличились Илья Никулин и Джастин Азиведа. Счет в противостоянии принципиальных соперников 2-1 в пользу Акбарса. Сегодня на арене Омск пройдет четвертый матч серии. «Авангард» вновь выйдет на лед без семи травмированных игроков основного состава. Победа «Авангарда» сегодня была бы очень кстати. Выигрыш «Ястребов» станет хорошим подарком на день рождения Сергею Калинину. Сегодня капитану исполнилось 24 года. Праздник лидера «Авангарда» встретит в домашней обстановке и, возможно, будет присутствовать на сегодняшней игре, но только в качестве зрителя. Накануне вечером хоккеист, получивший тяжелую травму в матче серии 1-8 финала Кубка «Гагарина» против астанинского «Бориса», вернулся домой. Встретить любимца пришли несколько десятков омских болельщиков. Сергей Калинин не отказался сфотографироваться с фанатами, Ну а после поблагодарил всех омичей, которые поддержали его в тяжелое время. Всем спасибо за переживания, за те добрые слова, которые я услышал и увидел. Прошу прощения у тех, кому не ответил. Всего здоровья. В ближайшее время постараюсь все посмотреть, все ответить. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте в интернете 12канал.ру. Ну а после рекламы прогноз погоды. Дождитесь. Продолжение следует... С праздником весны! 8 квартир от застройщика «Академический» со скидкой 15%. Расстрочка, ипотека, материнский капитал. Подробности по телефону 901-155-661-155. Поставили Кузьмич и Петрович телетарелки. Кузьмич телекарту. А Петрович обычную. И все-то у них было практически одинаково. Пока Петрович не прознал, что Кузьмич два раза меньше, чем он, на свое спутниковое телевидение заплатил. Телекарта. Телекарта. Вот такое телевидение. Это к русенькой цене. 14 апреля. Концертный зал. Долгожданный концерт группы «Ночные снайперы». Презентация нового альбома и лучшие песни прошлых лет. Справки по телефону 310093. Категория 12+. Фабрика дверей «Эль Дорс». Воплощение ваших идей. Акции. Больше тысячи акций каждый день. Это низкоцен. Вот, например, сыр голландский 304 рубля за килограмм. Молоко 900 миллилитров 28,50. Окорочок куриный 114,90 за килограмм. Акции в низкоцене. Это наша ценность номер один. И о погоде. Завтра, 18 марта, в городе области мокрый снег, гололедица. Температура воздуха в районах ночью до минус 8, днем минус 2, плюс 3. В Омске ночью 5 градусов холода, днем потеплеет до плюс 2. Ветер западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. И на этом пока все. По телефону 695-641 сообщайте нам свои интересные темы. Ну а следующий выпуск новостей смотрите в 17 часов. Оставайтесь на 12 канале. В 이 Gosh! С вами был Игорь Негода.